итак здравствуйте дорогие зрители с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадигм и сейчас я вам буду показывать такие интересные вещи ну в общем я вам покажу как увеличить лимит пищи без изменения игровых констант но на самом то деле это не совсем так но и его можно менять в игре для этого нужно вообще то я сейчас пошучу но для этого нужно написать в чат хочу кушать транслит хочу кушать видите как вы можете видеть мой лимит увеличился до 300 ограничение пищи увеличена до 300 вот так вот вводите и будет вам счастье а если серьезно я потом вот идите покажу вам как и что делается второе что я хочу показать это какие вещи можно делать при помощи триггеров ну во первых давайте убьем этого чувака вот мы его убили и как вы видите видите да вы походу не видите и я с этим согласен окей не знаю а вот видите появился спецэффект я не знаю почему он так не скоро появился в общем то на месте умершего этого чувака появился спецэффект через а я понял почему это так я вам объясню почему это так именно через пятнадцать секунд можно по моему нет нельзя сделать так чтобы он появлялся раньше так что вот такие вот дела итак давайте же убьем этих чуваков как вы видите наш безликий убийца очень хорошо справляется со своей профессией ну и мы можем здесь погулять здесь короче все нормально ну подождем допустим секунд пятнадцать здесь по идее никто не возродится и теперь мы внезапно отходим решим отойти от этого места и ждем еще пятнадцать секунд принципе и тут как вы видите начинают возрождаться мобы это была просьба вот показать как увеличить лимит пищи в игре я увидел просто такой вопрос в одной из групп а вот сделать систему это меня попросили под видео систему в общем то мобал но просто респаум мобал сделать это глупо поэтому я решил сделать ну показать как делается респаум мобал и при этом как сделать чтобы они не спалились где попало как например в карте эволюция там где приходится их фармить а вот здесь их не обязательно фармить ты можешь например поставить башни и возле них они не будут спавниться как это сделать я вам покажу опять же если здесь стоять то ничего не будет ну они не будут респаум а вот теперь начали респаум так как я говорю то есть я уже рассказал кстати они по мне промахиваются как вы видите я также очень быстро это я тоже покажу как сделать м вот еще кое что если рядом с ними те которые ну вот например вот это вот фермочка но меня рядом нет она нейтрально пассивный нейтрально пассивные они нейтральные по отношению к этим мобам поэтому возле нее они будут спавниться но возле враждебным к нейтрально враждебному игроку или же к другому какому либо игроку которого вы сами выберете м они умрут то они не будут респаум вот такая вот вещь ох как мне нравится мой юнит как вы видите то есть вот эта змеиная ловкость она на самом то деле отражает делает промахи на сто процентов ударов по нему поэтому его кроме как магии ничем ударить нельзя везде будут проходить промахи как вы видите ой он что то убил все равно всех и он очень быстро бьет бьет быстрее чем возможно это без всяких модификаций скажем так не только скорости боя но и других вещей о которых я вам расскажу фирм очки это чтобы максимум пищи набрать то есть 300 ну тут больше трехсот пищи я просто нарисовал тут фирм очками вот ферму большую вот как вы видите части из них только распавнилась а остальные умерли просто близко к ферме и поэтому они не исполнятся так как фирма это враждебный к ним юнит здесь до сих пор этот эффект есть но если выбрать другой эффект то он по идее могут может исчезнуть также этот эффект можно убирать потом это не так важно это я уже от себя добавил итак мы прерываем и встретимся собственно ворты китаре итак мы снова точнее не снова а в первый раз в этом гайде ворты китаре и давайте же начнем с пищи как я сделал ну во первых вам все равно придется залезть в игровые константы здесь покопаться использовать нестандартные игровые константы и поставить ограничение пищи в 300 ну и это объясняется многими вещами там но неважно вам надо это сделать во вторых при инициализации карты вы должны установить всем игрокам или же одному игроку в общем ограничить им пищу установить игроку установить свойства игрок красные ограничение пищи как 100 вот так вот но это помимо тех остальных триггеров которые будут у вас при инициализации карты запускаться знаете я это сам ну и не придумала сам догадался скажем так сам додумался ну потому что если Магомед не идет к горе то гора идет к Магомету и если мы не можем повысить внутриигровой лимит пищи при помощи триггера то мы можем изначально ограничить лимит а потом его возобновить ну в принципе потом опять ограничить можно но в общем мы можем вместо того чтобы увеличивать количество максимальная пищи мы можем уменьшить вначале чтобы потом иметь возможность его повысить логично это как зарплатами дальше что вам еще нужно собственно триггер который отвечает за пополнение ну на самом то деле активировать его можно по разному там исследованием и так далее и тому подобное смотрите мои другие гайды они они есть под видео в плейлисте также на ютубе под видео скорее всего есть также карта не забывайте эта карта будет лежать на посылочке на друг бокс естественно вы можете свободно ее скачать и посмотреть триггеры если например у вас не стоит русификатор ссылка на русификатор тоже под видео все я об этом рассказал так что не говорите что я чего то вам не указал надеюсь вы поставите лайк под этим видео за такое внимание к собственной персоне и вот то есть игрок красный напечатал сообщение хочу кушать с точным совпадением и действия показать всем игрокам ну не обязательно всем показать можно только красному текст ограничение пищи увеличено до 300 и собственно само ограничение пищи игрок установить свойства игроку один красному ограничение пищи как 300 то есть как в землях бога запросто можно такую фигню сделать и я не понимаю в чем здесь проблема я даже сам до этого догадался ну а здесь немножко посложнее вот это система респауна начнем с того с чего все начинается в системе респауна события игрока нейтрально враждебный умирает то есть нейтрально враждебные умирает и запускается этот триггер мы ждем 15 секунд и потом если все условия ну вы поняли если тогда иначе функция здесь функция боевая единица события отряда игрока нейтрально враждебный умирает здесь у нас ну если тогда иначе это а вот здесь на самом то деле вот это не обязательно я сразу лучше уберу чтобы потом не делать аннотацию и сохраню чтобы выложить карту именно в таком виде потому что я там хотел еще усложнить всю эту систему но понял что это не имеет смысла там еще добавить условий всяких так вот количество юнитов сравнение целых чисел здесь у нас условия если количество юнитов здесь боевая единица подсчет юнитов в группе юнитов вот как это выглядит то есть ищите это вам будет довольно трудно легче будет просто скопировать здесь переменных нет поэтому скопировать у вас этот триггер получится без проблем подсчет юнитов в группе юнитов юниты в четырехстах от позиции умирающего юнита боевая единица позиция юнита умирающий юнит вот то есть здесь ищите это если конечно вы не тупо скопируете у меня потому что легче будет мне кажется скачать карту и скопировать из нее триггер если вам он понадобится чем набирать его вручную как это делал я так дальше сопоставляемого с чем-либо совпадающий юнит принадлежит игроку нейтрально враждебный да то есть принадлежит врагу нейтрально враждебного если вот этот умирающий юнит принадлежит врагу нейтрально враждебный и находится он от умирающего юнита м в четырехстах менее чем четырехстах то собственно а если их как раз 0 блин кто то скажет что я не понимаю но на самом то деле это метод проб и ошибок в общем количество юнитов другого игрока который враждебен к нейтрально враждебному в радиусе 400 чего то там но в общем 400 это стандартных м миллиметров варкрафта что ли тайтлов что ли но неважно не тайтлов точно тайтлов они по моему по 16 или пикселей неважно равно 0 то есть если нету врагов в радиусе 400 от умершего юнита м то у нас происходят действия и действия тут такие опять же если м тип юнита умирающий юнит равно безликий убийца то есть если умирающий умерший юнит был безликим убийцей как вы видели то есть безликий убийца у нас не возродился то создать специальный эффект в точке м на позиции умирающего юнита умершего и вот этот вот то есть спелл выбирайте их из заклинаний потому что иначе он один раз проиграется спелл и все исчезнет а если какой то канальный там звездопад и так далее то он будет постоянно проигрываться хотя может и будет любой проигрываться и не я не помню проверял я это или нет в общем сами можете проверить я и так много чего проверил иначе же если не безликий убийца то тогда боевая единица создать один юнит типа юнита умирающего то есть умершего для нейтрально враждебного игрока в позиции умирающего юнита ну то есть умершего юнита и лицом к положению умирающего юнита в общем воскресить юнита это коротко если прочитать вот эту вот всю строчку это воскрешение юнита собственно но оно будет по разному то есть если вы у вас нейтральные юниты там враждебные они не выполнены в виде нейтрально враждебных они выполнены например на основе синего игрока то вы естественно для синего игрока и везде заменяйте нейтрально враждебный на игрок 2 синий иначе же то есть если не выполняется все эти условия то триггер запустить этот триггер вот это здесь проверяя условия то есть если же не получается воскресить не получается вот эту вот штуку сделать то есть создать специальный эффект или же не выполняется это условие то есть если рядом юниты то запускаем заново и ждем 15 секунд и опять проверяем нет ли там ну не ушли ли юниты вражеские как нейтрально враждебному со своего места обитания ну вниз ну и все собственно и дальше идет опять и так будет оно постоянно происходить но если например здания стоят то естественно юниты не будут воскрешаться дальше почему спецэффект создался не сразу потому что мы ждем ждем здесь 15 секунд м то есть ну да еще не прошли наверное 15 секунд хотя я не понял почему не создался почему то она подождала эти как раз 15 секунд можно естественно чем больше вы будете ждать тем через большее время будут возрождаться у вас крепкий поэтому ставьте там 45 60 секунд можете в крайнем случае 90 секунд ставить но так как у вас вот также можете радиус которым не будут возрождаться крипы увеличить или уменьшить но лучше увеличить вот такая вот система которая даже лучше в карте эволюция видов ну в том плане что там хотя там она часть игры собственно там крипы возрождаются их ты фармишь то есть ты с них золото получаешь а здесь ты с них не будешь золото получать ну разве что у вас сон вышки далеко бьют но опять же они подбегут к тебе вплотную эти крипы и уже не будут возрождаться после этого а в эволюции видов они возрождаются вне зависимости от того на каком расстоянии умерли и я на этом заканчиваю гадик а нет я еще не рассказал о том почему этот чувак очень быстро бьет вот ну в принципе способность вот та вот которая вот змеиная ловкость мы просто шанс избежать можем или единицу или десять поставить но как бы больше единицы эффекта не будет потому что единица здесь за сто процентов здесь изначально стояла вот могу показать вам 0 15 это 15 процентов естественно если единица то это сто процентов изменить избежать попадания врага по юниту дальше здесь здесь я не знаю что вот эти вот на скорее всего анимации не влияют вот время перезарядки влияет по ходу да точно влияет на скорость боя и вот здесь вот нужно анимацию обратного хода изменить и точку броска изменить в принципе возможно не оба а точку броска просто меняете уменьшаете но если что попробуйте вот эти вот два параметра менять и проверить как оно влияет но прикол в том что был опять же вопрос в группе почему нельзя увеличить скорость боя выше определенной вообще то можно просто анимация не будет проигрываться до конца будет так как вот у меня здесь происходит вот как вы видите то есть в принципе вы меняете для того чтобы увеличить скорость боя сверх возможного это время перезарядки уменьшаете и вот эти вот числа два уменьшаете у вас будет чувак очень быстро бить и это хорошо и пожалуй на этом мы закончим наш гайдик если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал на ютубе и ну опять же всем пока 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 пока